ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Вот таким вот образом, смотрите, просто громадная обсидиановая коробка и внутри маленькие сундучки. Мы если посмотрим туда, мы найдем какие-то бобы, которые мне сказали можно вырастить на земле и пробраться как раз-таки к этому самому убежище гиганта. А также есть не что иное, как лампа огня. Эта самая лампа поможет нам развеять все колючки в колючем биоме и все, что нам нужно, это, конечно же, ну не знаю, нажать правой кнопкой мыши и все само будет работать. Так, ладно, давайте быстренько что-нибудь выкинем, то, что нам точно не понадобится, например, магическая карта, нам точно не понадобится тролль Стейн и, конечно же, киноварь. Да, и изумруд я обязательно возьму. Мы возьмем вот эту вот непонятную землю или что это вообще такое и, конечно же, бобы. Опа, у нас, кстати, арбуз-то не растет, у меня, по-моему, даже семечек арбуза никогда не было. Давайте возьмем, потому что это интересно, интересно. Я хочу у себя арбуз дома выращивать. И вот, что я хочу вам сейчас показать. До начала этой серии я увидел вот еще такую коробку. Она тоже состоит из обсидиана, но, как вы видите, она, ну, вообще маленькая, очень маленькая. Поэтому давайте быстренько разрушим и посмотрим. Опа-на! Смотрите-ка, тоже магические бобы, это просто шикарно. И еще, опять же, непонятная земля. Мне кажется, то, что на этой земле как раз-таки и надо будет выращивать эти магические бобы. Ага, посмотрим. Ну, в принципе, больше таких коробок я нигде не встречал, то есть можно, конечно, заглянуть сюда. Мне, в общем-то, писали то, что у меня произошел какой-то баг. Так, да, то есть у меня не заспавнился я сам. Мне должен был попасться босс, который выглядит точно так же, как я, только он должен был быть бы гигантом. И он у нас должен был бы быть вот на таком летающем острове. Но он почему-то не заспавнился. То есть, походу, у меня просто баганул мод. Но я думаю, то, что если мы заберемся вот сюда, у нас, в принципе, все будет работать. Поэтому, что я прямо сейчас делаю? Так вот, и оба-оба! Телепортирован в точку, и где это я? О, черт, я застрял! О, нет, как же я ненавижу застревать! И еще тут гребаный дождь, божечки-кошечки! Ну, вот так вот вроде нормально. Прямо сейчас я нахожусь под вторым островом. И я думаю, то, что там у нас уже повезет и заспавнится гребаный гигант. Если же нет, то это, конечно, будет очень обидно. Но давайте в любом случае посмотрим. У нас есть баб... Опа! Что-то лагануло. Может быть, все-таки и гигант заспавнился? Да, черт подери! Гиганты есть! Охренеть, какие же они похожие на меня! Ни хрена себе! Смотрите, они реально громадные! Так, я не буду топливо тратить. Ух ты ж емаааать! Охренеть, бронированный гигант! А этот как зовется? Так, тихо-тихо-тихо-тихо! Ага-ага, гигант-майнер. Хорошо. Я надеюсь, что они не войдут в собственное здание. Я пока что посижу здесь. Слушайте, для вас домик какой-то маленький, серьезно. Так, вот так вот сделаю. Все, иди в жопу! Опа! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Глупый я! Иди в жопу! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Так, окей, давайте мы сейчас быстренько возьмем этот самый лук костяной и попробуем их убить. Вот мне писали то, что после того, как я разрушаю, точнее убиваю этих гигантов, как раз таки и открывается вот такая вот гигантская обсидиановая коробка, которая состоит из вот такого вот обсидиана. Но я в прошлый раз воспользовался немного другим способом. Я просто разрушил с помощью нашей ихоревой кирки блок, и все пропало. Все просто замечательно. Так, ну как у вас дела-то вообще? Вы меня убиваете с одного удара, или вы меня вообще не убиваете? Майнер вроде как меня не ударил. А, это тоже бронированный гигант, меня не хочет бить. Слушайте, а может вы со мной хотите поторговаться? Ну-ка, сна-кась. Ну, блин, у вас прикольный скин на самом деле. Мне он нравится. Ладно, попробуем их убить. Опа! Так, ладно, я, короче, посмотрю, сколько они мне снесут урона. Опа! Ни хрена себе! Ни хрена себе! В моей пустотной броне, в пустотной, заметьте, броне, они мне сносят по два сердечка. Охренеть! Если бы у меня сейчас не было пустотной брони, они бы мне сносили, наверное, ну, все. То есть я бы сразу умер. Так, ладно, убьем просто с лукой, не будем париться. И, ооо, бипец, какой громадный меч мне выпал. Капец, я хочу посмотреть. Вот это я! Вот это охрененно! Так, и сколько он сносит, мне аж интересно? 5 урона всего лишь? Блин, я думал побольше. Так, ну-ка дай мне мою гигантскую кирку. Офигеть, он тоже сносит по два сердечка? Вы что, офигели там вообще? А ну, иди в жопенцию! И сношу я ему по 21, ну, потому что он не в броне, это понятно. И, ау, и гигантская кирка. Я тоже ее хочу взять, и так и быть, плевать на гигантский каблстоун. Ага, он разрушает гигантские блоки. Вот, 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 о чем я говорил? Во-первых, давайте пропишем Toggle Dawn Fall. О чем я говорил? С помощью как раз-таки этой кирки... Так, подождите, почему я не могу поставить никакой блок? С помощью этой кирки мы как раз-таки и можем разрушить этот гребаный... Эээ... Я сказал, этот гребаный... Этот гребаный блок. Да, он разрушается, я уж думал то, что не разрушается. Видите, очень долго, но все-таки разрушается. Кстати, странно то, что с помощью каменной кирки было бы прикольно, если бы это была железная, потому что, ну, как бы обсидиан вроде как рушится, начиная с железной. А, нет! Он рушится, начиная с алмазной! Какого хрена я тогда рушу это с помощью каменной? Непонятно. Если попробуем на этом блоке, то... Охренеть, как быстро! А, подождите, он не падает? А, нет, падает, все замечательно. Нет, я хочу собрать таких гигантских каблстоунов, чтобы они у меня были. Так, вот чтобы выкинуть, я просто не знаю, магическая карта, давайте просто их выкинем, потому что я не думаю, что они мне просто пригодятся. Ага, каблстоун. И вот, кстати говоря, что мне еще написали в комментариях. Да, мне много чего пишут в комментариях, я все это читаю, вы не подумайте, то, что я просто так говорю, пишите и не читаю. Нет, на самом деле я действительно прочитываю, и мне в комментариях написали такую информацию, то, что именно под деревом, под деревом, к которому я сейчас лечу, у нас находится эта самая шахта с тем самым обсидиановым сундуком. Сейчас я хочу как раз таки пробраться туда, к этому второму сундучку. И, о, смотрите, это же точно та же земля, которую я вроде как в сундуке нашел, нет? Да, действительно, это она и есть, какого черта? Стоп, стоп, стоп. А я могу как раз таки эти бобы сейчас вырастить. Аж интересно стало. Опа. Чё, 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 чё произошло, господи? Что произошло? И теперь, когда у нас есть такие блоки, они что делают? Они делают непонятно что на самом деле. Зачем я эти блоки вырастил? Они потом будут расти? Просто мне написали то, что, по идее, отсюда, из этих магических бобов, которые, кстати, почему-то не потратились, должно вырасти громадное дерево. Или я должен вот так вот кликать и кликать? Эм, не особо понятно, что на самом деле делают эти магические бобы, но, как вы видите, мы можем создавать огромное просто количество вот таких вот блоков. И причём бесконечно, потому что бобы вообще не тратятся. Кстати, почему-то облако вот здесь вот немного светится. Заметили, да? Может быть, там какой-то тайный проход? Хммм. Ну, в любом случае, топливо я не буду тратить. И что я делаю прямо сейчас? Мы берём нашу лопату очистителя и начинаем копать вниз прямо под дерево. И дерево у нас находится вот здесь. Ага, начинаем. Ну и, по идее, в скором времени мы должны наткнуться на какую-то шахту. То есть, я копаю уже довольно-таки, ну, недолго, конечно, но шахта должна встретиться вот-вот. Вот она, да, видите, обсидиановая коробка. Божечки-кошечки, спасибо огромное за информацию, которую вы мне пишете в комментариях. Она реально помогает. Так, я снова хочу что-нибудь выкинуть, потому что у меня места всё нету и нету. Вот я думаю, изумруд выкину, потому что, ну, как бы, окей, изумруд мне не особо нужен, так как железо. Далее, ножницы нужны, понадобятся. И можно выкинуть, наверное, ещё артический мех. Я не думаю, то, что он мне опять же пригодится. Короче говоря, мы сейчас пробурим здесь дыру, посмотрим, что находится в этой коробке, в тех сундуках. И уже потом используем нашу лампу огня на колючках. Я хочу просто посмотреть, что вообще нам это даст. Я не хочу сейчас очень долго рубить это гигантской киркой. Я что сделаю? Я просто возьму, например, железную руду и сделаю вот так вот. Нормально, замечательно. Да, просто это намного быстрее. И всё равно вроде как честно. Ещё одни магические бобы. Окей. И костяная мука. Так, ещё, кстати, хочу посмотреть. Куча просто обсидиана. Но мне показалось то, что это ещё одна обсидиановая коробка. Я сейчас как раз-таки вот что хотел сказать. Я хочу найти обсидиановую коробку. Ту самую маленькую, помните? Которая малюсенькая-малюсенькая. Я уверен то, что здесь такая будет. Тихо, тихо, тихо. Так, я лучше взлечу. Вот она. Я уже её нашёл. Она всегда находится около большой. Нормально. И здесь у нас будет. И здесь у нас будет ещё одни магические бобы. Мне интересно. Пошли отсюда в пипиську. Так, я надеюсь то, что по пути никакая земля не попадётся. Сколько я там уже прокопал? Блин, слушайте. На самом деле, эта шахта находится довольно-таки... Ну, глубоко, да. Что я ещё могу сказать? Глубоко она находится. И колючий биом. Где ты у нас? Приветики. Приветусики. Я хочу посмотреть, что же ты нам дашь, когда я использую на тебе лампу огня. Да, он колит. Причём очень больно. Хорошо. Лампа огня. Давай. Давай. Ху. Раз, два, три. Эммм. Эмм. И что? И что? Аааа, вот оно что. Смотрите, как прикольно. То есть мы просто обеззараживаем эти колючки и можем просто пройти через них. А если мы ещё и вот так сделаем, то ваааау. Я желаю больше огня, новые достижения. Вот оно как. Смотрите. Мы подходим к огромному количеству колючек. Зажимаем кнопочку, кнопенцию и... БАДУМ! И проходим дальше. То есть просто проходим. И нас эти колючки не трогают, они уничтожаются. Ну, конечно, это лучше, чем ничего. Но я думал то, что, конечно, у нас всё разрушится прямо-таки моментально. Ну, знаете, это немного долго, чёрт подери. Автор, ты мог сделать этот биом чуть-чуть поменьше? А ещё тут неудобно проходить через вот такие блоки, которые, ну, горизонтально, а не вертикально. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну мы такую уже шахту более-менее прокопали, да? То есть тут можно, если ещё пройти, снова порушить их. И, насколько я заметил, они у нас снова не становятся нормальными. То есть мы можем здесь ходить и ходить бесконечно. Это радует. Это действительно радует. Я уже вижу гору. Это гора, по которой нам нужно подняться. Так, слушайте, а может быть просто ординарно будем вот так вот делать? А, нет, я уже пробрался. Окей. Ну что же, биомчик-то, биомчик мой. Посмотрим, что ты из себя вообще представляешь. Я надеюсь, что у тебя интересно. Тут растут, кстати, какие-то розы. Розы, это круто, наверное. О, бараны! Бараны, это тоже круто. Ииии, вау, мы нашли... Что мы нашли? Баранов? Что мы нашли? Алё! Я сюда пришёл просто так полюбоваться на гору. Подождите, серьёзно? Тут больше ничего нету? Это вот такой вот биомчик? Чёрт, подери, походу ту информацию, которую вы мне писали в комментариях, была правдой. Знаете, что мне писали в комментариях? То, что этот биом ещё не доделан. То есть здесь нету никакого босса, здесь нету продолжения ачивки, и здесь ничего нельзя сделать. То есть мне так и написали в комментариях, то, что последние две ачивки ты не сможешь выполнить. Мимо шипов, и этот замок классный, требуется мимо шипов. Чёрт! То есть мы выполнили все ачивки! Аааа! Мы выполнили все ачивки, чуваки! Всё, конец! Больше ничего нету! Это последний биом, к которому мы должны были пробраться. И здесь пока что ничего не сделал автормода. Но что-то мне подсказывает, что если я обновлюсь... То есть у меня же, как вы понимаете, сумеречный лес немного старой версии. И, по-моему, ему уже как больше года или полгода. Если я обновлюсь, то, может быть, здесь что-то да и появится. Но, блин, проблема в том, что если я обновлюсь, у меня все ачивки слетят. И мне придётся всё заново делать. А это как бы... Само по себе вообще не круто, да? Я же не хочу снова в серии 5 выполнять все эти ачивки. Фаак! 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 И да, чёрт подери, я был прав. Смотрите, прямо сейчас у меня установлена версия 2.3.1. А самая последняя, которая на данный момент существует, это 2.3.7. То есть я где-то на 6 версий отстаю. Это, конечно, немного грустная новость. Собственно, всё, что нам осталось сделать из всего сумеречного леса, как вы помните, это выполнить вот эту вот ачивку, непревзойдённый. Завершите квест рама. Всё остальное у меня, в принципе, выполнено, да? То есть мы можем посмотреть прикосновение нежить или ля-та поля. Наденьте что-нибудь из огненной брони. А, ну это, в принципе, неинтересно. То есть мы просто можем из вот этого сделать себе огненные слитки, потом сделать себе, например, тот же меч или шлем или ботинки, надеть это, и всё, и мы выполним эту ачивку. Короче, неинтересная ачивка, поэтому идём дальше. В общем-то, только непревзойдённый. Я вижу тебя насквозь. Встретьте и убейте призрака в большом холме. Ооо, серьёзно? Ой-ой-ой-ой-ой. Так помните, мы видели призрака. Почему я тогда их не убил? Убейте паука в хеджевом лабиринте. Или в хеджевом, я не знаю, на самом деле, как это толком говорится. Так, ладно, в любом случае, мы сейчас уходим отсюда к фигам собачьим. Мне этот биом не особо нравится. Хотя бы по той причине, что он не доделан, да. И, о, божечки, я могу наконец-то сказать привет, шейдеры. Да, чёрт подери, я вернулся домой. Спустя огромное количество серий я наконец-то снова дома. То есть, действительно, всё, что мне осталось сделать в Сумеречном лесу, это дать шерсть этому барану и как бы всё, да. То есть, я как-то пока что не особо хочу этим заниматься, потому что это немного лень для меня. Да, здесь всё ещё огромное количество криперов. Всё ещё спавняются эти скелеты и сушители. Это очень хорошая новость, то, что ничего не поломалось. И первым делом после такого огромного путешествия я что хочу проверить? Я хочу проверить. Здесь вообще места-то ещё хватает. Ага, кристалл порядочка, всё нормально. Здесь у нас тоже всё замечательно. По-моему, у нас перестал работать бур. Я сразу же хочу это дело проверить. Эх, бур-буришка, давай, скажи мне, что ты всё ещё работаешь. Если же нет, то так и быть, я тебе просто перенесу куда-нибудь. Ага, ты всё-таки перестал работать. Ну, на самом деле, эта проблема решается очень просто. Мы берём наш супер-жезл и делаем вот так. Всё. Ага. Давай, руби. Руби. И да, он всё-всё ещё перекидывает. И всё, что мне сейчас нужно сделать, это из того сундука, где огромное количество булыжника, то есть, куда всё это перекидывается, выкинуть этот долбанный булыжник и радоваться жизни. Снова. Ну да, в принципе, булыжник снова кидается. Здесь можно, как я уже сказал, булыжник просто перенести либо сюда, а ну да, тут даже места нету, либо просто его выкинуть. Но сейчас я этого делать не буду. Собственно, мне аж интересно, на чём мы закончили, сколько уже серий, 6-5 назад на Таумкрафте, в Forbidden Magic, вроде как эта штука называется, апокрифы. Так, и мы закончили на том, что... А-а-а, да-да-да-да-да-да-да, заражённое дерево, слушайте. Заражённое дерево, ты там вообще хоть что-нибудь заразила? Ну, точнее, не то, чтобы заражённое дерево, а заражённая местность возле... А, чёрт. Заражённая местность возле этого заражённого дерева. И, ну блин, что-то мне подсказывает, что ничего это не работает. То есть, как бы сильно я это всё не заразил, эта зараза распространяться не будет. И это так. Здесь у нас тоже ничего интересного, здесь ничего интересного, здесь ничего интересного. И если посмотреть даже сюда, здесь уже тоже ничего интересного. Можем даже пробуждённый хоревый меч сделать. Но всё это нам не нужно, потому что мы, в принципе, добились уже всего, чего только можно. Знаете, что это означает? То, что похоже, что сезон подходит к концу. То есть, я не знаю, это, скорее всего, не финальная серия. Может быть, это предфинальная серия. Может быть, ещё что. Но я точно думаю, что это уже, как бы... Ну, пора заканчивать. Этот сезон действительно подходит к концу. Я вот что собираюсь сделать. После того, как я закончу этот сезон, я не буду играть в Майнкрафт, наверное, несколько месяцев до тех пор, пока... Ну, как бы не захочу снова в него играть. Нет, вы не подумайте, что мне сейчас вообще так дико надоел Майнкрафт, что я уже, знаете, через силу в него захожу. Нет, вот изучая Сумеречный лес и изучая Таумкрафт, мне, в принципе, весело, но теперь, когда это всё закончилось, ясен пень, что весёлого может быть? Рубить деревья или копать шахту, это точно не может быть весело. И, как бы, я снова, как бы, знаете, не буду играть долго в Майнкрафт. У меня всегда такие перерывы между сезонами долгие, наверное, месяц-два. И потом мне снова хочется, типа, играть в Майнкрафт. И тогда-то начинается новая сборка. Как обычно, будет, скорее всего, какая-то мега новая сборка, может быть, уже техническая, потому что меня много просили сделать техническую сборку. Но в то же время там, наверное, будут присутствовать элементы РПГ, потому что РПГ я очень сильно люблю. И, скорее всего, скорее всего, будет сезон с каким-нибудь человеком. Ну, как бы, не все серии, но на этот раз я буду снимать, может быть, даже не один. Да. Но, вообще, я сейчас не собираюсь загадывать, потому что, опять же, опять же, это ещё даже не финальная серия. Скорее всего, будет ещё одна, может быть, две. Но, сами должны прекрасно понимать то, что сезон подходит к концу. Он уже подходит к концу последней, наверное, серии, так, 10, как мы вот начали изучать Сюмеричный лес. Таункрафт мы уже изучили полностью. Ну, то есть, я так думаю. Я знаю то, что есть ещё два босса, которые находятся в другом мире, там, где мы убивали, знаете, такого мага, из которого ещё жемчужина выпала. Да, но эти боссы, они не так интересны. Да. То есть, босс, в первую очередь, это просто сильный монстр, которого убил, и всё. Да. Никакого интереса для меня это не вызывает. С него выпадет точно та же жемчужина. Мы снова эту жемчужину никуда не сможем потратить. В принципе, если мы посмотрим в древние знания, то здесь, опять же, всё уже изучено. Да. Единственное, что не изучено, это сингулярное ядро посоха. Но, опять же, если так логически подумать, нам это нахрен не нужно. Вот нахрен не нужно, потому что у нас уже всё сделано. Да. И, вроде как, я довольно-таки неплохо выговорился. Я надеюсь, что вы меня поймёте. То есть, просто напишите в комментариях, вы сами-то думаете, что пора заканчивать сезон или же нет. Я надеюсь, что многие в комментариях со мной согласятся. Ну, как бы, я не знаю, что здесь ещё можно снимать. Вот я даже сейчас не знаю, что мне делать. Вот, просто вот, искренне вам говорю, не знаю, что мне делать. Всё. И хор мне неинтересен. Боссы мне неинтересны. Сумеречный лес мы прошли. Это единственное, что мне сейчас было интересно. Но мы, опять же, закончили. Да. Поэтому, поэтому я вот последние... Сколько уже? Минут 4-5 просто выговариваюсь. И я уже, наверное, замусолил эту тему на несколько минут. Хватит. Надо прекращать. Да. И, в общем-то, на этом я буду заканчивать. Какой бы длины эта серия ни была, мне плевать. Да, ушки. И, конечно же, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Потому что, в общем-то, я думаю, если всё-таки будет очень много лайков, я, может быть, даже следующий сезон начну побыстрее. Хотя, опять же, я начну его только тогда, когда мне снова будет прям интересно заходить в Майнкрафт. Да. Вроде как я сказал всё. Всё. И, опять же, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лоу Ложка. И, вроде бы, как предпоследняя серия. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok